Всем привет! Хочу показать сразу, а то я всё время забываю, Аликсия очень много заказов на Валбересе для своих маникюрных дел. Вот сегодня у неё пришёл набор для наращивания, правильно? Сколько стоит? Тысяч четыре. Тысяч четыре. Смотрите, тут есть вот такая мили-пизерная, простите, лампа. Но она прям вообще какая-то... Она ногу не будет пережимать, это хорошо. Вот. Дальше, что входит, Лика? Типсы? Типсы? Ну, это не типсы, это верхняя форма. Верхняя форма, хорошо. Дальше. Это кисть. Кисть для наращивания. Ну, сюда вот, вот здесь есть. Я же не знаю. Кисть для наращивания. Это гель выкладывать? Да, и чтобы вот как раз-таки выложить гель. Лопаточка, ага. Так. Потом зажил. Зажил. Вот Лизка, кстати. А, хотел сказать, пока она сейчас раскладывает всё. Мы посмотрели влог Фамилия Москва, где Лиза рассказывает с сайта. Как сайт назывался? Ну, они там написали во влоге, в каком сайте они заказали. Лика сказала, я ей сказала, она говорит, что прикольно. Что там недорого? Дизайны. Дизайны, а остальное подешевле на Валберис. Да, но там зависит от фирмы, на самом деле. Фирма, наверное... Мне кажется, у Лизки вот тоже такие пузырёчки были, но они были... Это... По отдельности? Нет, по большей размеру. Возможно. Вот это акригель. Так, давай, что здесь? Я никогда не наращивала акригелем. Они просто здесь разных цветов, они маленькие. А, разные цвета? Да, если мне понравится наращивать акригелем, то буду заказывать просто по-моему. Шесть штук, да, там? Да, тут шесть. Ну, что ещё? Потом, ну, база топ. Сельдит ещё. А, это тоже? Это тоже акригель, да. Сельдит. База топ тоже маленький. Ну, вот поэтому они стоят как бы... Сельдит. Сельдинка и ликвид. Ликвид. Это чтобы кисти не прилипал акригель. Всё, да, и вот зарядка ещё. Да. Я думаю, что она может работать без провода. Ну, скорее всего, заряжаешь. Ну, вот видите, какой мини-наборчик вообще. А ещё раз я же заказала. Смотрите, какую штучку для духов. Открой, пожалуйста, показать, как там это. В общем... Это тазатор сам, а здесь штучка, чтобы напрыскивать духи. Да. Прикольно. Прикольно, да, такое видно, что здесь как? Скоро стоит. Ой, что? Рубль на 150. Ну, с тобой она хочешь брать? Да. Заказала на себе ещё рюкзак. Но это попозже тогда я покажу. И костюм мы заказали. Блин, такой костюм классный. Мне очень хорошо. Уже его советовали, этот костюм. А тут Лика ко мне приходит и говорит, мам, закажи костюм такой. Я говорю, ох, мне его как раз это. Но он, блин, на маленький рост. Поэтому мы его сдадим и перезакажем. На всяких коротышек. И в бонусом бесплатная коробка для Оди. И сейчас он подешевел. Ну, костюм подешевел. Вот. Да, кстати, мы заказали за 1600 с копейками, а сейчас от костюма 1300. Ладно. За один день причём. Вчера же я заказала. Ну, короче, вот. Набор для наращивания. Ну, у меня ещё нижние формы придут, потому что на верхние я плохо наращиваю. Ещё нижние формы. Ладно, это уже какие-то, она с кем-то разговаривает, не знаю. Вот, чё такое, никак, да? Маловато коробочка. О, Type-C. Поместился? Ой, ну коробка как-то маловато. И ясточка. Хвост не поместился. Всегда тебе хвост, да, мешает? Не работает. Чё, ну кошка. Что за драка за коробку? И так места мало. Ещё три. Да ты чё такое? Видели нападение в прямом эфире? Видеться первоначально, как вариант. Коробку защищает. Просто нападение. Ну что ты? Ну давайте посмотрим, что мне пришло. Вытаскиваю бельё из машинки, вот, постиралось. А знаете, я люблю бельё, ну, достаточно оно тёплое. У меня в машинке есть такая функция гигиеническая стирка, называется. Он, короче, стирается, стирается долго-долго, а потом она полчаса обрабатывается паром. Ну, я вот стираю полотенце, постельное бельё. То есть оно такое, как гигиенный паром. Достаёшь, и оно такое мягкое-мягкое и очень тёплое. Блин, мне так нравится стирка, короче. И думаю о том, что я так кайфую от того, что я вот такое бельё достаёю. Обычная стирка, но обычно достаёшь. А это прям такое тёпленькое, хорошее, мягенькое. Пойду сейчас вешать. Вот сушёлка у нас пока стоит в коридоре, но это, конечно, временный такой эффект. Потому что здесь будет ещё шкаф в коридоре, сушёлка уже не поместится. И вот сейчас мы сегодня как раз задумались о том, что всё-таки мы будем строить балкон. Я сегодня узнавала. Вот. Но у нас был вопрос, либо у мамы с бабушкой строить большой, либо на кухне. Ну вот пока хотим, хотим на кухне. Всё-таки сегодня уже звонила, узнавала всё это. В общем, будем, наверное, новый геморрой себя искать. Что-то я сегодня какими-то урывками прям снимаю, потому что какой-то день прям, не знаю. В общем, вообще, готовлю я сейчас перцы. Сейчас уже вечер. Виноват в этом девчонки. В общем, сначала Пумочка написала, что я буду тут жарить, ой, значит, делать фаршированные перцы, там, народу-солдат. Потом Ольга Фемель Маску показывала с фаршированные перцы. И тут девчонки в чате начинают писать, что фаршированные перцы, кто-то запекает их в духовке. Я такая, так, 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 мне тоже надо, ну-ка, давайте подробнее. Вот. И написали, что половинками запекает. И я вспомнила, что я как-то делала, тоже запекала половинками перцы. Но я делала там с мясом. Вот я просто, помню, фасоль, помидоры. Но там такая начинка была очень серьёзная. И сегодня я решила поэкспериментировать. Кстати, смотрите, как ни странно, у меня прям вся-вся я рассчитала. Прям, чтобы вся заправочка ушла. В общем, здесь фарш домашний, ну, свинина с говядиной. Фасоль из банки. Чуть-чуть майонеза сметаны для сочности и рис. Ну, посолила, поперчила и порезала перчики. Сколько у меня здесь? Раз, два, ну, то есть это раз, два, три, четыре, пять перцев. У нас по 256 рублей сейчас такой перец. Чуть упала цена. И сейчас я это ставлю в духовку. Это всё будет запекаться. И сверху я пармезанчиком посыплю. Просто не принципиально кем-то сыр, потому что у меня есть пармезан. Вот. Я хочу посыпать пармезанчиком. Потом мы ещё уже... Хотя, может быть, знаете, как я сегодня сделаю вечер. Я сейчас их приготовлю, оставлю в духовке. А завтра, когда перед едой, мы потру пармезанчик. Посыплю и... А если ещё сверху сюда помидорку, положите сверху сыр. Вообще, наверное, будет бомба. В общем, подумаем. Наверное, сыр мне завтра ещё потом пропеку. В общем, вот так. У меня совсем плохо видно, если не таковите лохматые. А, в общем, вот так. Чё я вам показывал перец, ка могла показать себя хоть чуть-чуть, но видно. Хотела знать, что ещё вам показать. Вот эту штуку, помните, я заказывала... Но это даже для пумочки будет интересно. На Балберес это пшикать масло. У меня тут оливковое масло. Вот я просто сейчас вспомнила, почему. Я стала... У меня на фольге, я немножко попшикала маслом. Лить вот не люблю вот это. В общем, она меня спрашивала, хорошо ли она пшикает. Честно скажу, я сначала, когда её купила, она тут пшикала, то струёй била. Она тонкая, но струёй. Випом говорит, не, ну такой как-то не очень удобно. То есть, помочка, решила не покупать, но у меня стояла. Потом я вообще закончила с маслом. Я решила поменять, налила новое. А она вообще перестала работать. Я даже не поняла, что произошло. Я её помыла, а она перестала работать. В общем, она мне стояла, стояла. И я в этот раз такая думаю, дай-ка я попробую. Я ещё раз взяла, помыла. Что-то там помыла, потёрла, продула и заработала. И теперь пшикает идеально. Она именно теперь пшикает. Кот у меня там сейчас что-то хочется ставить, по-моему, со стола. В общем, так что могу порекомендовать эту штуку. Хорошая. Здесь стекло, как говорила. Здесь пластик. Но очень удобно. И всё. То есть, это просто натое было что-то там подшаманить чуть-чуть. Я присела. В общем, дело такое. Сегодня я немножечко такая растрёпана перед вами, потому что я как с утра причесалась, как завязала хвост, так и хожу. А сейчас я, знаете, что села делать? Сейчас я расскажу. Ну, я вам рассказала, что я поставила, пока готовятся перцы мои. Я у нас, не знаю, фрукты очень хорошо держу до сих пор цену. До сих пор черешня у нас в районе 200 рублей. И вот такая крупная, сладкая. Казалось бы, уже пора на вишню переходить. Вот. Я сегодня в спаре заказывала там нектарины. Ну, всё. Вот это вот наша, вот это лола нектарины мелкие. То есть, по 119 рублей так и держатся. В общем, мы сейчас, мы с ним принесли. И папа сразу, ну, Денис, сразу такой раз, раз, давай, прям слива пошла хорошая. Ну, в общем, ну, это я в спаре там заказывала, мне оба фарш заказать. Вот. И потом залезла в Дикси и увидела, что у нас абрикосы. Вот у меня целый этот. По 106 рублей килограмм, что ли. Ну, это прям хорошая цена для абрикос. И, ну, я скажу так, они есть разные. Тут помягче, пожёстче привезли. Вот есть вообще такой огромный, помельче. Ну, в общем, разные. Я заказала в спаре абрикосы, там, ну, Денис пробовал, говорит, вкусные. А я заказала здесь, такие они разношерстные, я бы сказала. Но я заказала для чего? Я хотела закрыть сначала компоты. Думаю, дешевле не будет, но яблок в этом году точно не будет. А Денис у меня всё это любит. Вот эти компоты, закрывашки. Мы закрываем. Вот. И заказала 2 килограмма. Думаю, хотя бы чуть-чуть сегодня закроем. А потом с мамой что-то сидим, такие думаем, блин, ну, банки яблок не будет в этом году. Поэтому, ну, наверное, всё-таки какие-нибудь, может быть, закроем побольше сегодня этих. В этом году, не сегодня. Всяких лечу, как я в том году, да, закрывала. Вот такое всё. Вот. Абрикос решили заморозить. Вот сейчас, слава богу, морозилка большая, позволяет, в принципе, смысл закрывать их прям в банке сейчас с сахаром эти компоты, когда их можно просто заморозить дольками. Поэтому я сейчас вот так их буду резать, ну, дольчиками, да, очищать от косточки. Потом разложу в мешочки, ну, сразу порционными. И будет это не заморожено. Короче, готовлюсь к зиме. Положительная хозяйка. День сегодня такой, я начала разбираться, убираться в комнате. Господи, девочки, вот всё-таки всегда говорят, что полки – это лишний поле и сборник. У меня же вот эта вот ниша, которая около кровати, вот эти полочки, которые построены гардеробные, и вот эти полки, они, в общем, они, во-первых, там же краска, это ещё больше притягивает. Там всякие стоят статуеточки, фигеточки, книги. Сколько там пыли всегда собирается. Если у меня опять, если у меня на самый верх полезла, то мы, блин, боже, мы очень протирала всё это сегодня. Там пылесосила, вычищала, под кроватью, ну, везде, короче. Вот. Ну, полкомнатку убрала, потому что потом я пошла готовить, то посуду помой, то одно, то другое. Ну, сами понимаете, это такое дело. То постирай, стирку запусти, развесь. Вот. В общем, хотел знать, чем с вами поделиться. Я тут своим задурел голову. Ну, у меня же скорости рождения. Хотя, как лог, надеюсь, успеет выйти до дня рождения. В общем, у меня скорости рождения. Вот. И, ну, естественно, мои спрашивали, что тебе подарить? Там, мама, Денис, всё такое. И я, значит, какой-то огромный прям, там, 4 части, наверное, уже. Я, короче, сначала такая думала. А мне всё очень сложно с этими подарками. Вот. Я очень люблю цветы. Как бы, ну, цветы, вот, ну, да, я люблю. Хотя, сейчас, с учётом, знаете, чем старше что-то ночь, тем больше думаешь, блин. Ну, я, то есть, раньше, там, Денис не дарил. По 50 роз. У меня даже было, по-моему, 100 роз. Нет, по-моему, 2 раза 50. 51 розе было. 100 роз, не помню. Был у меня или нет? Ладно, неважно. Ну, и какие-то большие. У меня папа приучил большим букетом. Он всегда дарил мне огромный букет. Всегда. С малого детства. Вот. Сам большой арбуз мне покупал с недели рождения. И всегда большой букет. Ну, как-то вот приучил он меня. И я всегда, как бы, была такая. Ну, к цветам прям вот относилась, что должен быть хороший букет. А сейчас, значит, чем старше становишься, может быть, такая растрата денег. Всё же из общего бюджета. Вот. Ну, ладно, неважно. В общем, я говорю, цветы, да, люблю. Мне даже вот просто, может быть, там, я не знаю, ромашки, из поля. Мне вот я люблю. То есть. Ну, и всё. И что я подарить, что подарить, я не знаю. Ну, в общем, с мамой вроде как, я говорю, слушай, я там хочу себе пойти в нижнее белье новое обновить. Какие-нибудь хорошие, ну, хорошие комплекты дорогие. Ну, или один хороший дорогой комплект. Ну, сами понимаете, что сейчас хороший дорогой комплект. Вот я заходила, там милаются. Ну, простите, я купила ночнушку почти 4000, да, и трусы полторы беленькие. Ну, мне нужно на лето белые трусы и всё, чтобы такие, потому что есть там такие и штаны полупрозрачные. Ну, короче. Вот. Ну, под ночнушку красиво. Вот. Ну, сами знаете, сколько сейчас стоит именно такое хорошее белье. Вот. Мама говорит, ну, не вопрос. Типа, сходим, выберешь, я куплю. И тут меня неделю назад, полторы уже накрыла гениальная мысль, лежа на даче. Лежала я такая на даче, мыслика что-то говорили. И что-то, я говорю, я хочу куда-нибудь. Хочу в Питер. Вот. И, ой, сейчас, косточки не вытаскиваются. Начали эту тему раскручивать. Потом ещё мы обсудили с соседями, оказалось, что они тоже вроде как собираются ехать, тоже собирались ехать в Питер в это время. Лицо блестит, да? Вот. Ну, короче, как-то начали раскручивать, раскручивать эту тему. Я залезла, посмотрела, сколько стоит жильё. Мы прикинули, но говорю, хочу на машине. Я сколько раз была в Питере, ни разу на машине. Вот. На четыре дня, типа, посмотрели, у Дениса может получиться отпуск, типа, на день рождения, после дня рождения, на выходные, уехать в Питер, ну, и там, захватить пару дней ещё. Ну, начала уже прикидывать. А вот это у меня есть дурная черта. Я уже всё прикинула. Знаете, я как будто это уже прожила. Ну, в общем, всё здорово. А когда мы обсуждали с соседями, начали о том, что, блин, так хочется опять в Минск. Мы были один раз в Минске, а они не были. Они всё время ездили в Европу, когда на машине, в Минск побежали как-то. Ну, мы ему проезжали, я ещё не знаю там, как в машине. Вот. Да, здорово. Такие, типа, что-то уже с Беларуси начали. В общем, я уже такая, ммм. Потом вспомнила, что я хотела на Селеге. В общем. Вот, ну всё. Я начинаю так раскручивать, раскручивать, раскручивать. Простите, у меня прервал телефонный звонок, очень важный. И я отключилась, короче. И потом решила уже без вас закончить с этими абрикосами. Сейчас я продолжу рассказ про то, что как я вношу мозг к своим днём рождению и подарками. У меня вот они всегда со мной так мучаются. Вот. В общем, у меня получилось на три порции, три пакетика абрикосов. Я закончила. В общем. Про день рождения. Дальше, значит. Ну, я начала раскручивать в голове вот это всё, что поедем в Питер, значит. А, нет, что поедем и в Минск. Мне захотелось и Восташкова. Мне захотелось и на Селегер. Вот. Потом что-то начали на Селегер вроде как. А мы хотим поехать, естественно, втроём с семьёй. Но я понимаю, что на Селегерике будет не очень интересно. Мы были там два раза. Восташкова. Я хочу Восташкова. Но, знаете, я всё-таки хочу, что всем нравилось. У Ли сейчас такой возраст, что ей это не особо всё интересно, что там можно посмотреть. Пляж там есть. Ну, во-первых, неизвестно, как с погодой повезёт. Ну, и как бы она не любитель валяться на пляже. Есть там Исток реки Волги, Нилова пустынь. Ну, в принципе, сам Осташков. Ну, на четыре дня нам бы, конечно, можно нормально было бы. Рыбалка там не очень. Денису не очень нравится там рыбалка. Вот. Я такая, ну, типа Осташков отпадает, потому что нулики будут там не очень прикольные. Вдвоём я без Ли, я их не хочу. Но это всё-таки отпуск. Хотя, пожалуйста, Лика, уезжайте. И она такая с нами спал. Ну, я хочу вот так. Вот. Потом про Минск начали говорить. Ну, и что-то как-то Минск отпал. В общем. И тут включается моя вот эта жаба-жадность. В общем, потом нам позвонили как раз друзья, сказали, что у них не получается там по работе поехать. То есть у них отпадает Питер. Мы такие, ну, мы можем втроём поехать. И тут я начинаю, короче, просто считать. В общем, поездка в Питер нам обойдётся на машине. Ну, то есть билеты, я вам так скажу, на Сапсан в одну сторону, в районе 5000. Если на Сапсан, да, то есть это 30-ка, то обратно на всех. А на машине нам где-то обойдётся в одну сторону, ну, где-то в районе 4000 бензин будет. И мы посмотрели, если ехать по платной дороге, это ещё почти 4000 плюсов. Ну, то есть где-то перекусили, в общем, 8000 в одну сторону. Если ехать бесплатной дороге, ну, не платить, там 750 рублей, пять раз платишь, то на два часа дольше будет дорога, ну, по навигатору. В общем, можно, конечно, туда поехать не по платной, чтобы заехать торжок, там, вышиволочок, вот, но обратно всё равно платно. Ну, короче, дорога, ну, где-то там плюс-минус 10-12 тысяч. При этом надо сейчас, ну, заниматься сразу машиной делать, ну, всё, ставить, то, что 600 километров, не такое большое расстояние, но всё равно лучше ехать в машине проверенной, то есть это сейчас диагностику всё надо сделать. Отель, который я посмотрела, ну, в принципе, их много разных, вот, но в среднем такой нормальный отель, вот на нас на всех, вот на эти там три ночи, четыре дня, 15 тысяч. То есть я такая же считаю, 15 плюс 15, 30. Ну, и плюс я знаю, как мы, ну, если уж мы ездим отдыхать, слушайте, мы тогда, я рассказала, мышкин поехали, сколько потратили. То есть, ну, обычно там, с учётом теплоходиков, съездить туда, сходить в какой-нибудь музей, потому что мы в Кунскамеру хотели, теплоходик на развед мостов, просто покататься по каналам, зайти покушать, там, что гостиницу мы будем брать без этого, максимум, по-моему, там сейчас даже без завтрака. Ну, у нас в среднем выходит от 7 до 10 тысяч дней на растрату, плюс что-то купить, мороженку, ну, короче, всё равно выходит. Какая-то экскурсия, куда-то зашли ещё, интерактивный музей, всё это там втроём, понимаете, да, всё умножается на три и выходит это далеко не дёшь. Ну, короче, съездить можно на теплоходе в этот, как он называется, можно, конечно, машине на финский зале было съесть, ну, в общем, то есть, ну, там меньше тридцатки мы не потратим. Я так понимаю, что 4 дня 60 тысяч, и тут моя вот эта вот большая жаба внутри проснулась и начала медушить, правда. Вот, хотя, ну, я не раз говорила, что в России у нас дорого путешествовать, особенно втроём, то есть одному ещё, как бы, да, вот у меня мама, например, есть, и то у неё выходят такие суммы-то, ну, как бы, ну, 4 дня. Причём, а, ну, так я всех взбудораживала, вот к чему я маме такая звоню, когда я сначала посмотрела ещё на даче-гостиницу, звоню, говорю, мам, тут такое дело, я вот что-то подумала, мы хотим, а мам только за, чтобы мы куда-нибудь, конечно, съездили, она всегда. Я говорю, вот мы хотим поехать, только не вопросы, я говорю, ну, вот, может быть, вместо дня рождения, говорю, давай ты мне оплатишь гостиницу. Она говорит, хорошо, без проблем, то есть, ну, то есть, она бы оплатила гостиницу. Ну, а остальное, там, вместо подарка от Дениса, там, ну, как бы, всё вместе, ну, понятно. А я сижу и думаю, я же в этом, я, наверное, посорвалась, мы были на даче в этом году очень много, а мы же практически не бываем на даче. А я так хочу, я так люблю дачу. Я говорю, слушай, можно поехать на четыре дня, он сейчас же, ну, не так урвёшь, четыре дня полноценных можно быть на даче, то есть, поскольку уже в отпуск, мы решили эти дни, можно доделать террасу, заказать-то эти доски. Я говорю, сколько я там всего могу сделать? У меня там огурцы, короче, я такая сижу и всё. И я начинаю, короче, всё. И я говорю, да ну, а что, ехать в Москве, погода хорошая. В принципе, в Питер в любой момент можно съесть, и можно съесть и с Ликой вдвоём, ну, в принципе, здесь тоже любят Питер. Я говорю, можно уже по осени, ну, правда, в Питер можно в любой момент сорваться. И с учётом, что в эти выходные там ВК-фест проходит, там сейчас будет тоже много народу, это всегда выходные. Лика же ездила туда сколько? Год, два или три назад. Они с мамой, мы их отправляли на ВК-фест как раз. Моё также в день рождения. Я вам в день рождения на даче мы отмечали. Они были на ВК-фесте, они нам тут звонили, как раз Little Big был на пике популярности. Вот они прям только вот зашли, и они выступали на ВК-фесте, там закрывали, они нам по видеосвязи звонили, показывали, кстати, конечно, Лика эмоций получила массу. Но она туда ездила из-за, она сначала ходила на встречу, вот это единственное, где у неё было. Вот такая она, значит, ей нравилась, по-моему, Лёша Столяров и Майя, Маша Маева. Маша Маева. Они как-то в детском мире устраивали, по-моему, встречу. Она тогда ездила, мама их возилась там с одноклассницами и в очереди. Есть автограф с плакатом, в общем. И вот там они, в принципе, были. Лика тогда, в принципе, к ним вот хотела подойти. Ну, а так там и из Камеди были, короче. Ну, все такие, ну, Лика вот интересовала тогда это в основном. Ну, в общем, ладно, не честно, не об этом. Вот. И, короче, я такая уже всё перегорела. Я уже, знаете, как будто там побывала. Я начала сомневаться. В общем, и что-то я такая, что-то я уже и не хочу. И мама такая, ну, блин, типа того. Ну, вроде всё уже решили. И бельё я пошла, короче, разбираться в шкафу. Поняла, что у меня такое количество белья. И опять бельё мне не нужно. А Денису... А, ну вот. И Денису, ну, как бы я ему... Он вообще такой на расслабоне. Ему-то хорошо. Он такой, хочешь поехать, пожалуйста, туда-сюда. Не вопрос. Причём, я такая думала, не отмечать день рождения. Думаю, ну, как бы вот съездить на место день рождения. Там посидеть там в каком-нибудь кафе. Ну, в ресторанчике там. Попью, извините. Кстати, чай я пока знал, как заказывала зелёный с кленовым сиропом. Очень вкусный. Рекомендую. Вот. Ну, и всё. И тут я такая раз и заднюю. Типа, Денису, бельё мне не надо. И это мне... В общем, ничего мне не надо. Единственное такое же. Слушай, ну, ты что-то вообще определилась с днём рождения, с подарком? Вообще-то время поджимает, и нам надо успеть купить. И всё. И я села такая сегодня. Вытирала эти полки. Села. И такая, я не знаю. Я говорю, ну, может быть, мне какие-нибудь новые серёжки нужны? Или какие-то украшения? Я говорю, я не знаю. Он говорит, ну, что ты подбери. А ну, без меня, конечно, мне надо что-то смотреть. И знаете, что я расстроилась? Захожу в Тоус. Ну, знаете, фирму Тоус. С мишками. Так я и не успела. Всё откладывала, откладывала. Всё хотела я себе. Хотела и кольцо, и серёжки купить, подвеску, и лики я хотела. Вообще, лики больше хотела. Комплект потом купить. И у них прикольные эти всякие сумочки. Ну, в общем, хотела я что-нибудь с Тоус. Захожу в сайт. Временно территория России не работает. Я прям такая. Я говорю, я не знаю тогда, что. Полезла в Пандору. Там тоже ничего не было. В общем, и полки забросила, и с подарком не решила. Мама такая тоже, Жень, ну, типа, как бы имей совесть. Нам же надо успеть купить. Что-то хочешь? А я не знаю. Вот честно. Я не знаю. Вот вы как вот. Знаете, нет. Может сказать, ну, сейчас основном, да, там, говорят. О, деньгами. Слушайте, но деньгами мы и так, знаете, ну, с мужем деньгами нет смысла. Общий бюджет и всё такое. Вот. С мамой. Ну, конечно, я могу за деньгами, но всё равно всё потрачу на семью. Вот я такая. То есть, в том году, вот я как-то хорошо такая. Мама, вот мне в какой-то момент прям стрельнуло, что мне нужна плойка и этот фен новый. И прям вам мне это подарило. Прям вот. А сейчас я даже не знаю, что придумать. Вот честно. Как вот вы решаете, что вы хотите по подарку? Конечно, ну, наверное, там, машину. Ну, понятное дело, что сейчас машину мы не будем покупать, менять. Вот то есть, какое-то такое состояние, не знаешь, что хочешь. Вот нет такого, чтобы я что-то прям хотела. И мне это не нравится. Вот есть люди, прям-таки знают чётко. Косметика вроде вся есть. Духов сейчас тоже много. Может, духи. Может, духи сказать, чтобы мне купили? Сейчас они дорогие. Мне будет жалко, типа, какие-нибудь. А какие хочу? Ангелы и демоны? Какие я хочу? Тоже не знаю. Вот. Ну, в общем, смысл в чём? В том, что я всем, всем испортила всё, Малина. Всё же таки настроились, типа, классно. Женя определилась. Мама такая расслабилась, типа, всё, поплатит жильё. Кто крадётся? А, Лякуська. Вот. Папа просто отвезёт в Питер. Ребёнок, я думала, я ещё такая, она придёт съехать. Думаю, Алика будет бухтеть. Вот, не идёт. Она такая, не, а не хотите? Не идёт, не идёт, не идёт, не идёт, а она так спокойно отнеслась. Я думаю, куда-нибудь... Ну, блин, я просто, я поняла, что я больше хочу просто на дачу. Если бы у меня был вариант и на дачу, вот как раньше мы, когда, ну, работали, такие работы, где брали, там, можно было неделю, две отпуска. Я могла прям на неделю на дачу, на неделю ещё куда-то. То есть мне такая, типа, и там, и там успела. Это было клёво. Да, и неделю мы катались по всей стране. В России. Вот. В Мышкин. Я сейчас хочу вот из последнего, это Коломенское съездить. В Мышкин хочу. В Мышкин опять. Опять хочу в Мышкин. Я тоже хочу в Мышкин. Хочу именно вот тепло. Вот осенью, раннюю осенью я поехала в Мышкин на 2-3 дня буквально. Не на сутки как-то, да, на больше, да? На две ночи всё-таки надо ездить. Да, просто погулять, просто походить, просто посмотреть в спокойном темпе. Это всё, даже без машин туда фиг ты берёшься. А мы же хотели на теплоходе, кстати. Давай титул взять. Почему ты умычай? О, мою кружку заброшу. Завюшка, ну попалась она мне. Мне в голову идея пришла. Так. Я её не буду на камеру сучить. А, ну хорошо. Вот. Так что, короче, всем я голову тут скружила. Вот там есть черешинка, есть, там осталось ещё. А вы, как говорили, не ходили? Не, не, бабушка, короче, сейчас расскажу. Черешня сейчас есть. Очень вкусно. Смотрите, какая черешня. По 100, ну по 219 она в спаре. Просто она такая вкусная. Мы сегодня купили килограмм черешни. Вот сейчас осталось там, не знаю, может ягод 10 килограммов. Ну, семечки её ешь. Вот она очень вкусная. Я не знаю, чья это черешня. А мама пошла вечером в магазин, говорю, возьми ещё черешни. Она говорит, под вечер уже была такая нёчка. Надо бы выбирать по ягодке. Ну, если вот завтра, значит, надо идти ещё купить. Или закажу просто доставку, всё равно я хотела. Арбуз мне с ним присутствует. Кстати, по поводу арбуза ещё хотела сказать. Привезли? Не, не привезли. Мы тут, в общем, я слышала сейчас, многие говорят, аккуратнее. Кто-то уже травился арбузами. Обычно, вот я помню в своё детство, первый арбуз покупался на мой день рождения. В июле, в 20 июля. Папа приносил самый большой арбуз, который мог найти. А это всегда были огромные, там, 10-15 килограмм, ну, 15 килограмм арбуза. Но суть не в этом. Сейчас продаётся раньше, вот. Мы тут ходили в спар, арбузы были по 49,99. Когда, Лик, неделю назад? Нет, на той неделе, да, я захожу заказывать онлайн доставку, смотрю, по 29,99 арбузы. Думаю, попробую, закажу. Я заказала, я, ну, там, выбираешь, 7 килограмм, думаю, пусть привезут. Мне кажется, привезли чуть меньше, честно, не помню. Я ещё так обсорял, маленький. Думаю, ну, ладно, если чё, ну, выкину, ну, что делать? Короче, разрезаем. Такой вкусный арбуз. Просто вкусный. Иридим, прям, шахарный. Сахарный, сладкий, прям пахнет арбузом. Я прям обалдела, честно. Что нам так повезло, что так, в общем, в итоге выбирает вот этот упаковщик лучше, чем мы выбираем. Хотя мы сегодня с вами были уверены, что мы умеем выбирать арбузы. Но в последнее время что-то у нас с этим, может, какие-то нормативы поменялись, не знаю. Вот. И, короче, очень вкусно. А мне, девчонки, написали, кто-то отравился, кто-то ещё что-то. Ну, то есть кто-то выкидывает арбузы. Ну, покупали, один выкинули, другой вроде нормальный, там, ну, пробуют. Вот. У нас вот спарь вот так вот. И я сегодня опять заказывала, когда, думаю, закажу. Ну, я фрукты там всё это заказывала. Арбуз не привезли. Типа, не знаю, то ли их нет наличия, то ли что. Может быть, вес, который ты указала, нет. Ну, может быть, нет. Хотя они могут чуть больше, чуть меньше. У меня подруга, по-моему, я не помню, она, по-моему, ещё... Я не помню, с какого по какой она там жила, но она заказывала... Ну, покупала арбуз ещё, по-моему, 30 июня. Может быть. Нет, ну, можно попасть на хороший арбуз. С 10 по 30 где-то так. Ну, нет, можно, можно попасть. Ну, она просто любительница арбузов, она их и зелёными будет есть. Ну, понятно, ну, хорошо. Вот. Тут главное не отравиться, знаешь, не то, что зелёные. Ладно, зелёные выкинула, и всё. Можно. Вот. В общем, не знаю я, что делать, что мне решать. Алика мне такая, мам, я, говорит, хочу плойку гофру. Она, знаете, такая. Тебе, говорит, не надо на день рождения? Я говорю, нет, хватит. В том году мы заказали для того, чтобы тебе... Она же теперь феном этим этим. Да, и плойкой. А ты плойкой пользуешься? Сейчас уже нет. Надо пользоваться. Мне очень лень ей. Я наоборот сейчас стала ей пользоваться. Нет, тебе хорошо и так. У меня объёмные волосы, объём теряется за счёт плойки. Нет, тебе хорошо, у тебя постоянная стрижка. У неё-то лежат волосы. Почему? Она регулярно стрижётся, в отличие от мамы. Но она хочет всё короче, короче, всё короче. Я-то с длиной. И за счёт... Вот у тебя сейчас даже ты спала, проснулась. У неё так прикольно лежат волосы. Потому что её хороший мастер стрижёт. И они вот просто посушила, они уже лежат так, как надо. Она по направленности волос. Просто я прихожу, она говорит, ты как укладываешь феном? Она говорит, ой, ты что-то делаешь? Я говорю, нет, просто высушиваю их вниз головой. Сколько ты? Раз в три месяца, да? Раз в четыре где-то есть. Она за этим следит. У неё чуть отрастает, а у меня же боли по этому поводу. Я каждый раз боюсь. Она, мам, у неё вот так волосы. Например, мам, я хочу короче. И на них хорошо. Я просто, я каждый раз думаю, что всё, буду отращивать. Потому что я тоже смотрю, ой, дни на волосы, красиво. Они отрастают вот до этого, не до коры. Вот, ну, до ключиц и всё. Да, ну, ей хорошо. Молодец. Вот, покажи. А, когти, это я показывала в предыдущем влоге. Короче, девочки, я не знаю, как вы выбираете свои подарки и заказываете. Так мы же уже решили. Что мы решили? Что мы едим на дачу? Ну, на дачу подарок-то что? Вовремя ты решила задуматься об подарке. Ну, пап, неси, говорит, ты вообще-то, говорит, как ты собираешься думать? У меня уже есть тебе подарок. Давай, неси. У меня. Я говорю, мне папа сегодня такой, ну, вообще-то, день, но осталось времени мало. Говорит, как бы ты решилась что-нибудь. Так. Есть ли у вас такие проблемы? Мне кажется, у всех всё равно тут проблемы. Когда особенно... Какого называют? Уже возраст. Семейный возраст. Нет, я потому что, ну, когда ты подросток, ты всегда знаешь, что тебе надо. Хотя, нет, не всегда. Мама знает, что тебе надо, всегда. Я тоже знаю, что тебе надо. А, ну да. Ну ладно. Что ты так посмотрела на меня? Всё, на этом я буду заканчивать. Я так не посмотрела. Она просто высыпает это. Я думала, она мимо. Ну, короче, ладно, всё, неважно, что я думала там. Да, вообще, у меня неинтересно. Когда ещё общий бюджет, ты его пытаешься экономить. Очень хотела сказать. Всё, короче, наболтала, опять с вами посидела. Пока-пока. На этом буду заканчивать. Буду общаться с ребёнком. Она что-то придумала, у неё какая-то идея, она мне сейчас расскажет. Я не знаю, ты сейчас не обрадуешься. О-о-о. Давайте ещё с вами поговорим. Нет, ну ты обрадуешься на ней сильно. Это меньше из зол. Наверное. Я не уверена. Вот так и живём. Ладно, буду слушать, что надо в этот раз. Всем пока-пока. Сразу поняла, что надо. Скажи. Капа-капа. Капа-капа.